Добрый день! Подписание погоднения отбылось в рамках официального визита на Гомельшину делегации итальянской пармы. На протягу ты дня гости знакомились с промысловыми и сельско-господарными предприемствами, а так само социальными объектами Гомеля, Кармянского и Шаширского районов. Супрационство нашей области из Италии началось с оздоровления белорусских детей, но сегодня разговор идет о большем спектре взаимодействия. У приватности информация об махшимостях региона будет огучена на сустрэше деловых колоу Италии, которая на наступном тыдне пройдет в Парме. А про шатаго итальянская делегация отримала официальное запрошение на удел у селетним Гомельским экономичным форуме. Основные накерунки взаимодействия баки замоцевали у договоры об усебаковом сопротивленстве помеж Пармой и Гомелем. У приватности достигнута домовленность об оказании соденешения, уголении промысловости, сельской господарки, гандли и притягнении инвестиций. Не засталася поза увагой и гуманитарная сфера. У нас уже есть ряд проектов социальной и гуманитарной деятельности. Мы рассчитываем, что это соглашение станет толчком для развития в большей степени направлений экономической. Процент стратных предприемств у Гомеля скоротился резко по величине их колькости, яку означалося на початку года, удалось нивелировать, становивши выправили омаль 40 предприемств. Такие лишь бы огучили на посяжении гарвы Канкама, якое было присвешено основным выникам работы господаршего комплекса Гомеля в первом квартале 2016-го. Не глядяши на то, что год почался довольно тяжко для экономики, на сегодняшний момент можно сказать, что Гомель в целом спрацовал неадренно. Выконаны показчики по снижению запасов готовой продукции, створению проценных мест за кошт новых вытворчих линий и новых предприемств. После минулогоднего падения заразнашно взрос экспорт товара. Невыконанными застались три показчики. Мы надеемся, что по итогам полугодия мы подтянем показатели по привлечению инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников. Это показатель достаточно новый. У нас есть резервы и мы видим то, что мы можем выйти по полугодию на 100%, какие у нас доведено по заданию. Это экспорт услуг по предприятиям без учета республиканских. Тоже мы надеемся выйти на уровень доведенного задания. Ну, при привлечении инвестиций на чистой основе пока довольно сложно оценивать это показатель. Но тоже надеемся, что к концу года, по крайней мере, будем что-то обеспечить. По выниках мониторингу, башна, что и дезначное скорошение выдатков на вытворшись продукции, снижение себе кошту – зараз одна из основных задач, які стоять перед господаршим комплексом. На 4% удалось опалепшись гэты покажек за 3 месяцы года. Вядома, что до конца 2016-го усе повинны досягнуть планки у 25%. Тестане процессы вытворшись у Гомеля таней на четверть, покуль говорить рано. Однако усе меры примаются. Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра на пытание грамадян откажет наместник старшиня Балвыконкама Баляслав Казимирович Шпирштук. Промая линия будет працовать с 9 ранницы и до 12 годин. Номер телефона у Гомеля – 75 12 37. У ГТШ на пытание Гомельшан откажет наместник старшиня Гарвыконкама Сергея Анатолевича Радзюк. Отримать отказы можно по номеру телефона 75 18 54. Рашисты мероприемцы пройдут 8 и 9 мая во всех районах областного центра. У неделю на площади Ленина, с нагодой святкования Дня Держану Агерба и Стяга Республики Беларусь, членские билеты БРСМ от ветерану Великой Ачинной войны отрымают 22 простовники молодых городов. А кроме этого, 70 школьников уступят у роды Беларусь Республиканской пионерской организации. У 19.30 на Аллее Герою отбудется открытие шатвертой областной громадской патриотичной акции «Факел Перамоги». А праспагодзины на этом же месте пройдет шарговый этап акции «Парад Пераможцев». Гомельшане смогут пройти с портретами солдат по Аллее Герою. День Меликой Перамоги у 10 годин открыт шести по улице Советской. Уделу им примут ветераны войны и працы, керавництва в области и города, коллективы, предприемства и организации. Посля на меморояле «Вешный огонь» отбудется митинг памяти. Далее на плясу цыкалия Гомельского медицинского университета будет проходить массовое свято под названием «Триумф Перамоги». Одна из самых яскравых падей свято будет разгортываться на набережной СОЖа о 12-й године. В этом году мы немножечко изменили концепцию проведения праздника. И центральной частью у нас является как раз таки дворцово-парковый ансамбль, где можно через киевский спуск спуститься и уже оказаться в событиях военно-исторического периода и ближе к мирному времени. И на новой набережной всех ждет в 12 часов военно-историческая реконструкция. Это бой при подходе в Берлин в последние дни, как раз таки освобождение, когда мы уже все водрузили флаг и сказали «Победа! Ура!». И до 8 часов на новой набережной будет выставка военно-исторической техники, уникальная из частных коллекций. Ни один удельник Великой Айчинной войны не повинен застаться без уваги. Такую мету поставили перед собой активисты Гомельской областной организации «Белая Русь». На передней Дня Перамоги проходит акция «Белая Русь ветеранам». Одним из первых слов и подяги за подвиг и веншование отримали пациенты шпиталей инвалидов Айчинной войны. На даденный момент на лечении у шпиталей находятся 30 ветеранов Великой Айчинной. Это непосредственно удельники боевых деяний, инвалиды войны, вязники, концлагеров и працевники тылу. Усены отримали подарунки, а так само веншование с Днем Перамоги. До тех, кому тяжко рухаться, приходили непосредственно в палаты. Иван Федорович Карпойч не так давно отзнашил свое 90-годде. На фронт пайшел 18 год. Перамогу сустрел в немецком Франкфурте. После войны працевал журналистом. 25 годов узначальвал Житковицкую районку «Новая Полессия». Не глядяши на доволе шановный узрост, Житковый запал, яго не покидая. Гастей он сустрел военной песней. На слове народного поэта Беларуси Нила Гелевиша. Они никогда не знали, что такое война. Дай Бог им всем здоровья, крепкого настроения, и чтобы они были патриотами своей Родины. У гэтым годзе шпиталю инвалидов-айчинной войны исполняется 75 год. За гэтый час на запашены багатый вопыт. Ветеранам тут оказывают необходную медицинскую допамогу проводить обследование. Не застаются без уваги те, кто не может трапить на прием до мясцовых медиков. Те проходят ляшение по месту жихарства. «Мы заботимся о том, чтобы и на районах участники инвалиды войны, которые не могут приехать к нам, то есть они получили такую же адекватную помощь, отказываем методическую помощь и врачам, и непосредственно и руководителям тех учреждений, где лечатся эти пациенты». Акция «Белая Русь ветеранам» проводится что год. На передо дни дня «Перамоги» активисты объединения наведывают ветеранов во всех кутках в области, чтобы никто не застался без уваги. «Есть такое хорошее выражение – нация, которая не помнит свои истории, будет вынуждена переживать ее снова. Если мы этого не хотим, то каждого ветерана мы должны знать в лицо. И соответствующие почеты и уважения каждый житель Республики Беларусь обязан оказывать». Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомельским цирку отбудется генеральная репетиция новой программы. Долго шаканную премьеру ферешного шоу глядаши смогут увидеть уже завтра. На передо дню Гомель приехал Аскольд Запашный, а сегодня на шагуношном вокзале состракали другого удельника сусветно-вядомого дуэта Эдгарда. В новой программе под назвой «Эмоции» представлено 12 номеров самых разных жанров. Головная идея выступления, колеры и их уплыл на человеческие эмоции. На арене гомельского цирка выступят лепшие российские артисты, поветранные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жанглеры и клоуны, парады у заявлений шатвероногих и птушиных артистов. Это редкие белые и уссурийские тыгры, грациозные африканские львы и попугаи. Для многих из них выступление перед гомельскими глядашами станет дебютом у карьеры. Народные артисты Российской Федерации Эдгарда и Аскольд Запашный обещают, что каждый номер у нового шоу выкликает издевление. Мы делаем все для того, чтобы зритель ушел с частичкой нас в своем сердце, чтобы он смог полюбить, чтобы он смог почувствовать. И действительно, чтобы у каждого на протяжении всего спектакля эмоции просто-напросто захлестывали. Честно говоря, ощущение, что к себе домой приехал, потому что люблю Гомель, люблю Беларусь, часто здесь бываю и остаемся хорошими, теплыми друзьями уже на протяжении многих-многих лет. Поэтому в предвкушении только хороших гастролей, чтобы все состоялось, все, что мы задумали. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.gomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире.